Сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе над Синаем. Крупнейшей авиакатастрофе в истории России. 224 человека. Пассажиры и экипаж аэробуса А321, принадлежавшего компании Когалым Авиа, возвращались из отпуска в Шарм-Иш-Шейхе, в Петербург. 25 детей и 199 взрослых. Что стало причиной этой кошмарной трагедии, выяснит комиссия. Черные ящики уже найдены. Но уже понятно. На борту явно была нештатная ситуация. То, что известно сейчас, в 6.51 по московскому времени самолету разрешили вылететь. В 7.14 он достиг высоты 9 тысяч метров. Дальше необъяснимое. За 8 минут до катастрофы пропала связь. На 23-й минуте полета в 7.14 аэробус исчез с радаров. Крочная надежда, что ему удалось сесть где-то посреди Синаи, конечно, теплилась. Но уже через несколько часов египетские власти сообщили, не удалось. Обломки обнаружены. Между Эль-Кантала и Эль-Лаксима. В центральной части полуострова. Прибыли спасатели, военные. Место катастрофы отцеплено. Российская комиссия по расследованию катастрофы вылетела на место немедленно. Специалисты МЧС и Минтранса работают вместе с коллегами из Египта и Франции. Черные ящики обнаружены. Их сейчас главное провести абсолютно прозрачное расследование причин катастрофы. Как это было с катастрофой под Смоленском. Когда максимально подробная информация о расследовании причин гибели самолета с польской делегацией доводилась и до международных экспертов, и до общественности. На месте катастрофы сейчас работают более ста спасателей МЧС вместе с египетскими коллегами. Им уже передан детальный снимок места крушения, сделанный из космоса. На снимке отчетливо видны обломки разбившегося лайнера. Как говорят специалисты, это фото должно помочь при проведении поисковых работ. Сейчас ведутся эти работы в радиусе 16 квадратных километров от места падения. Мой коллега Денис Давыдов только что вернулся в Каир-Синая. Он вместе с членами Российской комиссии по расследованию и экспертами МЧС побывал на месте катастрофы. И у него вся последняя информация на этот час. Сверху он как большое черное пятно. Лишь по контурам крыльев можно понять, что это самолет. Вот. Загорелся на земле. Версия. Но уже бесспорный факт. На части аэробус начал разваливаться еще в воздухе. Фрагменты самолета находятся очень далеко друг от друга. Расстояние порой достигает свыше 5 километров. Именно поэтому между точками мы передвигаемся на машине. Еще один фактор, почему мы пользуемся транспортом, это безопасность. Север-Синая территория, где активны отряды вооруженных радикалов-мусульман. Поэтому нас везде сопровождает вооруженная охрана правительственной армии. Метроджет. Надпись на хвосте самолета. Именно хвост отвалился первым. Основная часть фюзеляжа лежит там далеко, в 5 километрах отсюда. Это конец салона. Хвост. Здесь находится туалет, кухня. Самолет находился в воздухе меньше получаса. Пассажирам даже не успели рождать завтрак. Мы видим разбросанные ланчбоксы, бутерброды. Только факты, чтобы ничего лишнего не попало на изъятые образцы, работают в перчатках и бахилах сотрудники Следственного комитета. Они в составе правительственной комиссии. В пустыне эксперты ищут истину буквально по крупицам. По так называемому 13-му приложению Чикагской конвенции ответственность за организацию расследования должна взять на себя страна, где произошла эта катастрофа. Помимо этого, в обязательном порядке стороной расследования являются государства, граждане которых погибли. Наверное, потребуется существенное время для того, чтобы четко определить и однозначно причину этой катастрофы. Возглавляет правительственную комиссию министр транспорта Максим Соколов. Вместе с ним в Египет прилетели руководители МЧС Владимир Пучков и Росавиации Александр Нерадько. На месте катастрофы они провели сегодня весь день. Такая достаточно жаростойкая, может быть, даже титановая оболочка. И очень странно, что она выгорела. Черные ящики найдены, но пока не расшифрованы. Данные с места собраны, но еще не обобщены. Выводы делать рано, но сейчас все версии рассматриваются. От попадания ракеты до отказа двигателей. Первый осмотр показал, что ни одну из версий мы исключать сейчас на данном этапе не можем. Будем работать по всем направлениям. После того, как выполним работы на месте авиационного происшествия, кроки тогда и после того, как параметрические ящики, регистраторы мы дешифрируем, после этого можно будет говорить о каких-то первых выводах. Я иду по проходу в салоне самолета. Здесь слева и справа были кресла, но сейчас ничего не узнать. Огнем все уничтожено. Видны фрагменты обшивки, какие-то детали. И по тому, как они расположены, можно сделать вывод, что самолет столкнулся с землей перевернутым. Перевернуты крылья, шасси. Вот одна стойка, вот вторая. Они не выпущены, но смотрят вверх. Специально для следователей большие фрагменты огородили колючей проволокой и выставили часовых. Важные точки, вокруг которых россыпь кричащих деталей. Три кресла посреди пустыни. Три пассажира. Двое из которых погибли на своих местах. Видны следы крови. А одного из здесь сидящих буквально вырвало потоком воздуха. Человек падал на сумасшедшей скорости с огромной силой вниз. Вот какой отпечаток на земле от его тела. Еще видны следы крови. Место, где упал самолет, забытая богом часть Северного Синая. На десятки километров ни дорог, ни домов. Тела погибших вывозят вертолетами. Чемоданы разбившихся пассажиров собирают по всей округе. И грузят в пикапы и свозят в одну точку, туда, где находится штаб. Вещи пассажиров доставят в Санкт-Петербург. Так же, как и тела. Их уже найдено 156. Сегодня в помощь местным военным прибыли наши спасатели. 83 человека и 5 спецмашин. У них свой автономный лагерь. Здесь будут работать, пока не найдут тела всех погибших. Конечно, специфика работы на такой территории, она есть. Во-первых, сухая, жаркая, солнечная погода. Во-вторых, очень большая территория поиска. Мы завершим операцию и найдем всех, кто был на борту. Российская правительственная комиссия также остается в Египте. Завтра они встретятся здесь с представителями французской фирмы Airbus. Вместе будут расшифровывать черные ящики. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Ярослав Зорин. Воскресное время. Первый канал. Египет.